Меня зовут Оксана, у меня две дочки, одна из которых с особенностями. Ее зовут Ксюша, у нее ДЦП, сама она не ходит, носит кохлеарный имплант, который позволяет ей слышать, без него она абсолютно ничего не слышит. Как так получилось? Ну, роды были преждевременными, девочки мои двойняшки, родила я их в 30 недель, вот, соответственно, часть проблем из-за этого, из-за того, что рано родились. Ну и при родах вообще принято, чтобы на родах были по закону, должен быть врач и две акушерки, когда двойняшки рождаются. Тем более я самостоятельно рожала их, без кесарева. Но почему-то у нас на родах была акушерка и неанатолог. И Ксюша принимала неанатолог, то есть человек, который не может вообще роды принимать. По Доплеру у нас до родов было битие двойное. И я, конечно, не могу констатировать четко. Но я думаю, что это, скорее всего, снимали поповину и повернули шею. Во всяком случае, наши все обследования говорят о том, что у нас в шее есть смещение с поворотом. Двух, ну, в несколько позвонков подряд. На третий день она стала отличаться от сестры. Врач сказал о том, что есть проблемы неврологического характера. Мне тогда было непонятно. Первая фразу, которую я услышала, это «Ваш ребенок неврологически угнетен». Что это означало, я не знала ничего. Она очень долго лежала в реанимации. Там же у нее появилась инфекция, пневмония. И очень долго ее могли вылечить, перебирали антибиотики. Слух наш пострадал при этом. Ей было на тот момент, ну, когда она ко мне уже, мне ее когда отдали, ей было полтора месяца. Самое сложное время, я даже не знаю, когда было. Самое сложное время было, пожалуй, в больнице, когда непонятно было, отдадут ли мне вообще ребенка. То есть, когда у меня двухнедельный ребенок со мной, и я бегаю еще сцеживаться в реанимацию, разрываюсь, вижу ее. Она ужасно выглядела, конечно, и сложно вообще представить было, что она выживет. Когда доктор мне сказал, отдаем вам точно Ксюшу, вы готовы? И я как бы не поняла, вы точно готовы? Он так как-то спросил. Для меня это было непонятно, в смысле, как можно быть не готовой к собственному ребенку. Поддержки не было ни у кого, не только у меня, да, но и у окружающих меня людей. То есть, люди там не хотели верить, например. Ну, и у меня тоже такое было. То есть, пока мы все эти стадии горя прошли, отрицание, гнев, торг и так далее, до принятия очень далеко. Пока этот путь весь не прошел, ты не можешь трезво мыслить. Конечно, оставалась вера в то, что все будет хорошо. Я каждый раз, когда приходила к этому Кювезу, я там молилась. И я хорошо помню, что я в один из моментов, я попросила прям Бога, чтобы вот 40% моих сил были у нее, чтобы она выкарабкалась, чтобы просто она выкарабкалась. А дальше мы уже как-то с этим будем справляться. На самом деле, учитывая то, какие мы родились, то есть, многие врачи удивляются, когда читают там выписки, да, что произошло потом. Никто и не думал, ну, Ксюшка не делает так. Никто и не думал, что мы чему-то научимся. То есть, у нас в течение всего нашего пути сомневались все. Вот. Ну, не знаю, мне сразу было понятно, что это очень хрупкий такой ребенок, но при этом очень жизнеспособный. Я видела, что она хочет жить, и она будет жить. Согласно мировой статистике, ДЦП встречается у 7-12 людей на тысячу человек. При нем могут наблюдаться нарушения интеллекта, психические расстройства, эпилепсия, нарушения слуха и зрения. Это неизлечимая патология. Но даже такое тяжелое заболевание не помешало многим добиться успехов в спорте, науке, творчестве. Дмитрий Кокарев – паралимпийский чемпион. С пяти лет начал заниматься плаванием. В 2008-м в Пекине выиграл три золотые медали. Ангелина Уэльская из Республики Беларусь, несмотря на диагноз, стала актрисой и моделью. А британцу Брэдли Уорвику неподвижность не помешала стать бас-гитаристом. Причем делает это мужчина глазами благодаря специальному приложению. Я вам расскажу, как это бывает. Один ребенок лежал от кормления до кормления, играл. А этот ребенок все время кричал, она все время плакала, ей все время было больно. Она все время ее тянула куда-то, выгибала. И если она спала, то она спала максимум минут 15 у меня на руках, когда я ее качала. Все остальное время это просто сходили с ума. Единственное, что ее более-менее успокаивало, это большая амплитуда ее, когда качали в переноске. Я выходила на улицу и размахивала этой переноской так, что там окружающие, наверное, думали, что я просто сошла с ума. Но ее только такое успокаивало. Чем старше, тем проще становилось. Во-первых, вторая дочка подросла, она начала играть с Ксюшей. Она очень много внимания ей уделяла. Для Ксюши это был стимул, чтобы развиваться, конечно же. По мере подрастания она вообще стала мне помощницей. Она мне очень помогает и сейчас. То есть двери там открывает, где-то там с ходунками поможет. Она такая очень внимательная и ей пришлось рано повзрослеть. Я помню, как мы шли с ней из садика и она лет, наверное, шесть ей было. И она мне говорит, мама, я знаю, что нужно сделать, чтобы Ксюша научилась ходить. Она сказала, что чтобы Ксюша научилась ходить, нам нужно всем стать добрее. Я решила, что мы будем активно заниматься и, конечно, мы будем реабилитироваться сразу, как только я поняла, что есть проблемы. Ксюшенька, не делай так, пожалуйста, лапка, пусть он посидит. И это было сразу. То есть в два месяца мы пригласили невролога, но у нас был очень маленький вес. Нам разрешили только чем-то заниматься в шесть месяцев. То есть у нас и началось в шесть месяцев ЛФК, массаж. Я научилась сама делать. То есть приходили курсом, специалист приходил домой, делал. Между курсами я сама делала обеим. То есть Ксюша и Олеся. Где-то год, наверное, мы в таком режиме жили. Семь месяцев уже мы начали иголки, к остеопату сходили. То есть мы постоянно проверяли все-все-все, что есть, потому что там по всем системам нужны проверки. По операции я год думала, год не могла принять решение. Операция кахлеарной имплантации, то есть вживление кахлеарного импланта, с помощью которого Ксюша слышит. Ксюш, покажи, пожалуйста, аппаратик свой. Покажи свой красивый аппаратик. Покажи. Вот у нее здесь магнитик под волосами. Я его заплела, чтобы не очень бросалось в глаза. Вообще он крепится к магниту, который под кожей. Она начала копить словарный запас. Хотя много пришлось заниматься. То есть мы ездили в Подмосковье каждые полгода, 4 года мы ездили туда. А здесь уже занимались по тем рекомендациям, которые там давали врачи. Я не знаю, сколько годов и недавно. Не знаю, что говорить. Хорошо, я сейчас тебя буду четко спрашивать, и ты будешь отвечать, ладно? Успехи были постоянно, как бы, они просто были маленькие. С такими детьми всегда учишься ценить самые мелкие достижения. И когда, например, кому-то рассказываешь, сложно передать то, как ты рад, какой-то ерунде, по мнению других родителей. Для меня важные вещи, это, конечно, то, что она начала меня понимать вначале. Потому что, когда ребенок плачет и не может объяснить, что ему нужно, его многие принимают за сумасшедшего, он просто не может. Во-первых, он тебя не слышит, во-вторых, он объяснить не может. Это просто со слухом было связано. Но это понятно стало только, когда уже накопился словарный запас, когда мы много работали уже. Это было большое достижение. Когда я смогла с ней поговорить и выяснить, что она вообще думает, чувствует и хочет, это уже следующий этап. То есть, на мой взгляд, это самое важное достижение. Ксюша, она сильная, целеустремленная. У нее очень много сил. На самом деле, сейчас я вот, зная ее, я понимаю, что у нас, у взрослых, не у всех есть столько сил, сколько есть у таких детей, сколько у Ксюши в том числе. То есть, это такая какая-то мощь пробивная, которая позволяет ей через многое проходить. Она, конечно же, отстает от сверстников и отстает довольно-таки сильно. То есть, если она может рассуждать обо всем и говорить, и там, анализировать что-то, задавать вопросы, если она смотрит там серьезные какие-нибудь кино, может со мной смотреть и обсуждать, то, например, буквы она не может складывать. То есть, слоги, вот только сейчас она начала складывать звуки, слоги. Хотя буквы она знает уже 4 года. В определенный момент времени поняла, что мой ребенок перегружен такими болезненными очень реабилитациями, и ей трудно. Ну, то есть, она уже прям, были проблемы, мне казалось, что чуть-чуть еще и будут проблемы со психикой. И я поняла, что ее нужно мотивировать. Мотивация – это первое, что двигает всех. И нас, и детей, кого угодно. Поэтому мы, первое, что мы пробовали, мы плавали. Не сразу у нас это получилось. Но вот сейчас Ксюша плавать умеет. Тебе нравится плавать? Нравится. Ногами. Что на ногах у тебя надето? На ножки что ты надеваешь, чтобы плавать? Ласты. Ласты на ногах. На лыжи попали знакомая мне дала контакты, как раз Анастасии Левиновой. И я попросила нас иметь в виду, когда лыжи в Тюмени, в Тюмень пришли лыжи мечты. И Ксюша поехала первый раз с горы. Это было страшно, потому что никто до нас не ездил. Но, с другой стороны, я понимала, что если ее это зажгет, то, опять же, это будет мотивацией. И так оно и получилось. То есть, это ей позволяло и держать ноги ровно, хотя у нее одна нога обычно уходила. Это позволило ее натренировать ногу. У нас очень насыщенная жизнь. И день на день у нас никогда не похож. У нас нет дня сурка вообще, как такого. То есть, если мы реабилитируемся, то это курсами. И пока курс 10 дней, у нас график такой. Потом этот курс заканчивается, у нас график другой. И постоянные изменения какие-то. Это тоже большая такая тренировка. То есть, в болотце не посидишь. Иметь особенного ребенка, это не значит забыть о себе. Потому что есть много других вещей, которыми ты можешь заниматься. Я думала над тем, что меня поддерживало. И в разное время это были разные вещи. Какое-то время, когда нельзя было уйти от детей, я там вышивала, шила. Родителям только можно посоветовать к психологу обратиться. Мне в свое время помогла Ольга Анатольевна Калиниченко. Она периодически устраивает группы для мам. Именно для особых мам. Она в этом хорошо разбирается. И мне вот такая групповая терапия, например, в свое время помогла больше понять, наверное, себя. Понять, что то, что со мной происходит, нормально. Жизнь не заканчивается на рождении особенного ребенка. Я бы сказала, что она только начинается вообще. Потому что Ксюша меня просто взяла и переместила в другой мир. Совершенно другой. Она очень здорово научила меня ценить такие обычные вещи. Простые. То, что у тебя есть близкие, что они рядом, что они с тобой. Редактор субтитров А.Семкин